Поехали, следующий ролик. Мы играем с дедушкой. Да, 12-6 по-прежнему. Я по-прежнему не могу поставить коня на C6 из-за каких-то лагов, багов, я не знаю, что это в общем. Короче, минутки шлаковые получаются. Отличные, самые лучшие минутки за всё время, наверное. Почему? Ну, соперник хотя бы умеет играть в шахматы. Уча рейтинг стал повыше, наконец-то. А чё толку? Он стал повыше, только благодаря контролю 1-3. Ну да, не подарок от этого. У меня, у тебя уже было 2-300 с чем-то, когда мы начали играть. Ну, уж я играл в тревогниках с Борой Ивковым, ты не помнишь? Нет. А, ну где мы пульку убили? Ну это последние минутки, которые на данный момент выложены в группу Данца. А чё, он задумался или я лагаю? Он задумался. Ну, кстати, он не очень хорошо играл, вот этот Борой Ивков. Ну, он играл ужасно, давай называть вещи своими именами. Ну, B4. Ну, почему нет? На B2 напал. Сильно. Не, ну тут такой гигант, я трёх по времени, я такой не отдам. Как он защищает цены? Он неплохо играет, даже в плохих позициях. Но тут проблема даже не в позиции, а в том, что у меня огромный ПС по времени. Отлично, он Коля на Е4 заводит. Добавил минуту. Тогда у него будет огромное время, и у меня шансов не будет. Ну, Ферзь Д7. Правда, безидейно вообще. Ладно, просто ушёл. Почему ты не хочешь вкачить? О, Владя, H8, матовая угроза. Да. Крюль Нашечка, Крюль Нашечка, забавный, как он там оказался. Не, защиты, кстати, не было, мне кажется. Наверное, не было, но плохая позиция. Так, опять разыгранно, неинтересный дебют. Ничего, зато чуть-чуть лучше в этой структуре у белых продуктов. Он довольно грамотно всё сделал. Я ж не понял, как это произошло. 13-6, это уже серьёзно. Что серьёзно? Уже 20 партий вы собирали, это масса, масса времени. Пуля, это вообще не серьёзно. Ну, на ИС-7 же висит. Всё, ладно, ничего не висит. Да нет. 4. Д5-то будет в Ферзь Суэрном? Нет. Ой, Е5. Ужасно, конечно, что он тут там сделал. Он для меня. Теперь слон просто ролис. Мы его не будем реанимировать. Всё, он стал на Е5. Он мощнейший. Не, ну безнадёжно, абсолютно. Он ещё не играет конь Е3. По-прежнему не играет конь Е3. Он защищает спешку. Ну, Ж5. Я зря сыграл. Ладно, взял. Шёл, шёл. Шёл, бум. Не, тут 10 секунд не хватает, никаких шансов. Куда будет делать время? Уже и позиция не такая плохая, но времени не хватает. Отлично. Осталось есть пешки. Будет ничья. Ну да, на двух флангах съесть пешки. Это, конечно, вариант. Ты успеваешь. Я даже не выигрывал, потому что я вместо чем-то ходил королём, вместо ферзя вести. Забавно. Я пытался королём съести пешки, надо ферзя проводить. Может быть, и успел бы. Смотри, у меня, представь, что у меня вместо ходов королём секунда где-то, чтобы теперь. Тоже вряд ли, конечно. Попробовать надо было. 7.13. Да. Так. Пора заканчивать и играть минутки, и идти спать. А вот птицы перевели в Швейцарии? Нет. Ну что? Я живу по-московскому всё время. Ты только сейчас заметил, что мы же не первый ролик пишем. Я только сейчас заметил. Не обращал внимания. Да. Странно. По-моему, ты даже... Ты даже уже говорил мне о том, что ты... Говорил мне о том, что ты не обращал внимания. Это надо было раньше бить. Потому что у тебя не у слонов один есть ход. Что-то такое ход есть, может быть. Ребят. Сюда. Я очень долго думал. Надо уже отдать эту фигуру быстрее. Всё. Согласен. Мне жалко фигуру. И у нас девушка... Включай ты, блин, видео на фоне. Да я тут случайно на телефоне. Так, ну ладно, тут надёжно. Без ферзя, да. А не без ферзя, а без минут. Он меня обманул, конечно. Надо было быстро отдавать фигуру. И просто была правная позиция. Видимо, её всюду не защитить было. О, да. Конь И-6, это сильнейший шаг. О, мат. Нет, это не мат, конь И-4 есть. Но он этого не видит. Это мат. Это мат, да. Это было случайно зёмнуто. Ну ладно, надо бороться до конца просто. Это же минута бывает ещё. Опять вариант дракона. Или капалу. Да не дракона. Я уже устал ошибаться в названии этих вариантов. В Сицилянке всё бред. Сам ты бред. Ну Никит, ну вот давай будем честным. Да, давай. Давай. Сицилянка, шлак. Дебют играют все абсолютно. С какой стати это должен быть шлак? Ну потому что там... Кручь, хватит меня отвлекать, у меня нет времени. Да ты уже проиграл. Вот твои глупости. Сицилянка это шлак, как там такое будет? Ой-ой-ой. Ну и чё он мне сделает? Ну дровишки получились. Ну это края, это лишние дровишки. Никит, ты согласен на то, что сицилянка не очень? Нет. Ну почему? Потому что это неправда. Почему ты такой упрямый? Да это ты упрямый со своим латышским. Причем ты упрямишься и делаешь тупые вещи абсолютно. Как понять тупые вещи? Ну блин, всем же понятно кроме тебя, что латышский ужасен. Ты сам себя убеждаешь об этом. Это ложь. Да нормальный дебют на самом деле, но ничего там плохого нет. Ну в сицилянке там тем более ничего плохого нет. Почему? Ну тут скучные позиции. Какие скучные? Рубка всю партию, например, в этой партии была. Рубка? А в латышской ты просто загинаешься и все. Даже никакой радости нет. Просто загинаешься. Безрадостно. Ну нет, ты не прав, не дед. Латышки это все-таки классика. Классика чего? Классика шахматная. Зачем ты пробил один? А, ну можно, да. Ну все, без фигур. Но, рубка флага. Причем, позиция выиграла. Хорошая партия, кстати. Итак, закончим очередной ролик.